Здравствуйте! В эфире «Прямая речь»! Место доверительных и честных разговоров на разные темы. Сегодня в студии очень интересная личность, за плечами которой огромный творческий опыт. Всем нам знакомы эти песни и, конечно, знакома эта группа. Сегодня в студии Актан Исабаев. О новых творческих взлетах, о воссоединении группы и, конечно, о музыке. Актан Исабаев. Певец, композитор, солист группы «Элес», заслуженный артист Кыргызской республики. Родился 28 марта 1972 года в городе Фрумзе в семье известного коммузиста и композитора Чалагыза Исабаева и народной артистки СССР Самары Туктакуновой. Окончил музыкальную школу имени Абдраева, учился в Институте искусств. С юных лет участвовал в музыкальных конкурсах, становился лауреатом международных фестивалей, тем самым из года в год пополняя список своих профессиональных достижений. Эстрадная карьера певца началась с работы в казахстанской группе «Даана» в 93-м году, а большая популярность пришла с группой «Элес» в 95-м. Так началась новая глава в творческой жизни певца Актана Исабаева. Актана Исабаев стал ярким солистом легендарной группы «Элес». Он внес свой уникальный стиль в музыку, вместе с другими участниками группы стал автором культовых песен, ставших любимыми у тысяч слушателей. «Элес» стала голосом молодежи того времени. Каждый альбом был очень популярным, пиратские диски раскупались до официального релиза. С годами менялся состав, потом группа распалась, каждый из солистов ушел в свободное плавание. Но в 2017 году бывшие солисты группы приняли решение объединиться и вновь творить. В 2018 прошел большой концерт, посвященный 30-летию группы, объявления новой песни, проекты и несколько долгожданных творческих вечеров. Мы долгое время не могли с вами встретиться, и вот, наконец, это время пришло. Как ваше настроение? Затянулось, да. Настроение хорошее, в принципе, позитивно. Все хорошо, не зависит от погоды. Ну, здорово. У нас всегда рабочий пульс. Откуда вы сейчас приехали? В данный момент, ну, я заехал просто в одну из локаций, где надо было посмотреть, как идут записи, как идут аранзировки, работа всяко-цело. Вот. У нас несколько точек, где мы работаем. У нас очень много музыкантов, в которых, в принципе, как раз таки всю работу они, в принципе, выполняют. Кроме своего, естественно, мы сами тоже постоянно сидим на студии, пишем сейчас новые песни. Как часто у вас репетиции сейчас проходят? Репетиции очень часто проходят. В неделю три раза в среднем. Стабильно. Да, стабильно. А так перед концертами каждый день. Перед концертами каждый день. У нас вот скоро просто мероприятие, 16-е, поэтому мы сейчас готовимся. Поэтому сейчас усиленная подготовка. Да, да, да. Хорошо. Ну что ж, давайте начнем с самых свежих новостей. Во-первых, я хочу поздравить вас с выходом новой песни «Give it to you», которая действительно, я думаю, что произвела такой фурор, потому что с официальной страницы группы «Элес» в Инстаграме был выложен такой небольшой кусочек, и уже я слышала и видела комментарии, как люди это обсуждали, но вы все-таки решили дотянуть и сделать релизы в новом году. Как сейчас проходит это все? Да. Ну вот сейчас вот как раз таки будем все это презентовать. Естественно, все это будет потом распространяться во всем каналам, YouTube. и еще снимаем новый клип сейчас. Ну, в принципе, мы уже закончили второй клип. Третий клип мы начинаем. Останавливается однозначно. Нет смысла, наверное. Нет смысла, да. Ну и, во-первых, мы очень много наметили на этот год. В этом году будет очень много визуального характера. Это, естественно, наши клипы. Передачи тоже готовим, свои проекты. Это небольшой секретик. Это как проект. Ну и как бы альбом. Альбом. Мы сейчас будем презентовать пять песен. Даже шесть. Шесть, наверное, если успеем. Многие ваши слушатели, поклонники, почитатели вашего творчества, они были рады выходу новой песни. Тем более на английском языке. Многие говорили, что мы хотим слышать тот привычный нам элес на русском, с нашими лиричными песнями, которые все любят. Ну, например, я могу поделиться своим личным опытом. Когда я впервые слушал эту песню, я подумала о том, что это точно элес. Но это элес в привычном своем исполнении только на английском, и это здорово. Что вы сами можете по этому поводу сказать? Ну, в принципе, мы ожидали и то, и другое, на самом деле. Потому что, когда зарождалась эта песня, песню написал Нурлан Мамбетов. Когда он сыграл на гитаре, как это примерно будет звучать, я сразу, как человек, который будет продвигать эту тему, сразу понял, что это очень обособленная песня. Она как бы непривычна для многих слушателей. Да. Ну и при этом будет узнаваем. Ну, почему? Потому что это элес. Да. В принципе, потому что именно элес и создавала какие-то определенные новшества в нашей эстраде. И мы должны быть такими, мы должны быть революционерами в этой теме, в музыке. Поэтому мы должны создавать что-то некое интересное, не оригинальное, а особенное. То есть не хотелось бы повторять, то, что мы делали до этого, это было сделано совершенно другим коллективом, с другими людьми, была другая эпоха в нашем творчестве, и другие проявления были. Поэтому сейчас времена другие, взгляды другие, соответственно, мы сейчас будем стараться делать что-то другое однозначно. Несмотря на ваш богатый, так скажем, музыкальный опыт, на то, что группа элес, я скажу, легендарная группа элес уже столько лет на сцене, и вы все равно ищите новые пути к выражению своего творчества. В то время как, например, молодые исполнители, которые только начинают свой путь сейчас на Кыргызской эстраде, к сожалению, не отличаются каким-то новаторством, то есть они, наоборот, идут какой-то проторенной дорожкой. Хотя, казалось бы, согласно стереотипам, молодые должны, так скажем, новое веяние. Да, создать новое веяние. А вы с этим согласны? Вы тоже такое замечаете? Я тоже очень согласен с вами. Почему? Потому что, по всей видимости, это легко или это, может быть, быстрый путь для свершения своих реализаций и так далее. То есть в плане идей, да, молодежь сейчас не старается особо. То есть вот мы как раз-таки, наверное, все-таки появились для того, чтобы что-то изменить, да, то есть подсказать. То есть мы не хотим осуждать, мы не хотим, то есть никаким образом никаких враждований, да. Да, да. Нам, наоборот, нужно будет направить всех. И объединились ради того, чтобы объединить всех на самом деле. Это самая главная для нас философия нашей команды. Это не только, наверное, в объединении музыкального, в музыкальном творчестве, но и как бы вообще всенародном, да. То есть это знак для всех нас, чтобы мы все объединялись ради будущего, да. Вот, потому что, когда мы расставались, мы... У нас были очень много различных мотивов. Естественно, это молодость. У каждого из солистов. Да, молодость, определенные черты характера, взгляда, во взглядах мы разошлись. А сейчас мы уже другие. Естественно, мы сейчас пережили жизненные все разные факторы, ну, как бы, факторы. Поэтому я считаю, что сейчас объединение леса в целом – это как философия. Вы думаете, что наверняка это должно было случиться? Да, еще к тому же, да. Ну, это, наверное, еще и судьба. Что так получилось, что... Да, что так получилось, потому что мы же тоже не зря как-то столкнулись между собой. Вот года полтора назад, когда сделал... Иркин Мукашев, когда сделал предложение, давайте сделаем концерт «Мы из леса». И мы, то есть он это все как-то предложил и организовал концерт. То есть... Такой творческий вечер. Творческий вечер. И мы... Как-то нас это все озарило, и мы решили переговорить, еще раз встретиться. И все пошло, пошло, пошло. Как бы так. Действительно. А если 2017 год – это было такое начало возрождения, скажем так, то 2018 – это такая уже полная реализация всех, наверное, намеченных на тот период каких-то планов. Это, опять же, что мы и сказали. Это релиз новой песни, сейчас готовится альбом, ну и, конечно, 30-летний юбилей группы. Да. Большой в прошлом году, который действительно собрал большое количество людей. Что вы чувствовали на тот период времени, как артист, который вновь вернулся к такому постоянному творчеству? Потому что мы знаем, что долгое время вы отсутствовали с творческих радаров, так скажем, пропали. Да, все. Фактически все. Потому что Нурлан Мамбетов находился в Казахстане, то в Москве. Меня тоже не было. Я там пять лет отсутствовал вообще в Кыргызстане, да. Меня тоже. Я уезжал в Америку, в Германию, чуть-чуть пожил. В разных странах. Честно говоря, нас тоже вот так перебили. Побила, так скажем так, судьба в жизни. Но это было все в плюс. Потому что надо было увидеть это все, узнать. Понять. И понять и оценить. На самом деле. Вот в данной ситуации я сейчас думаю, что вот это все то, что нужно было, наверное. То, что это все сложилось так, по пазлам. Вот как бы так. А ваше творческое восприятие, чувствуете ли вы, что какое-то, так скажем, всегда же творческому человеку всегда приятно заново, например, заниматься творчеством? Что вы чувствуете? О творчестве. В творчестве, в принципе, вы знаете, нас, почему нас называют группой, да, легендарной группой? Во-первых, каждый из нас является, наверное, уже этим названием, ну, как бы тем, чем, как называют. Легендой, давайте называть вещи своими именами. Да, потому что у каждого есть свой альбом, у каждого есть свои в прошлом творческие пути. Богатый музыкальный опыт. Да, богатый музыкальный опыт, естественно, музыкальное образование, не без этого. Вот, знание в музыке, да, глубокое знание в музыке, потому что я, насколько помню, мы в школе, когда учились, в Абдраево, да, музыкальная школа имени Абдраева, Мукаша Абдраева, мы изучали музыкальный анализ, кроме музыкальных литератур, сольфеджи, там, специальность, да, я там по специальности сам пианист, 15 лет все-таки образование пианиста, и вырос в семье фольклористов, то есть вот это все впитывалось же, не только там тем, чем я занимался каждый день, допустим, музыкой, да, но и вообще в музыкальной среде воспитывался, соответственно, вот. Вот, и Нурлан, допустим, Амбетов, тоже с творческой семьей, да, люди, мама его тоже, скрипачка, отец, актер, тоже немаловажный фактор, он там по актерскому мастерству, они и музыкой занимались, постоянно все тоже среда, да. Нурлан Амбеков, допустим, у нас сейчас, он тоже один из хедлайнеров группы Орда в Казахстане, это знаковая группа. Сейчас в Казахстане до сих пор эта группа на плаву, можно сказать. Время от времени он даже иногда туда выезжает, вот, ну тогда, когда он, когда у нас есть время его освободить, он выезжает. Вот. Ильяс Ашербеков, тоже вот сын нашего Азамата, да, тоже вырос среди музыки, тоже мама пианистка, отец, выдающийся бас-гитарист, вообще самый лучший бас-гитарист в Средней Азии. Да. Заменил сейчас отца в группе. Да. Ну вот в данный момент он сейчас учится, мы его как бы на учебу не стали отвлекать, он больше учебой занимается, нам очень важно, чтобы он это завершил, закончил. Каждый из нас пишет музыку, каждый из нас знает, что это такое, мелодию пишет, кто-то пишет слова, кто-то аранжировками занимается. То есть, кстати, очень немаловажный фактор, что мы все умеем делать аранжировки. Это очень большой процесс музыки. Создание музыки. Кроме мелодии, писать его подложки именно так красиво, чтобы это звучало. Это очень важный момент. Очень многие певцы, которые сегодня из молодежи, я скажу, они не умеют это делать. Поэтому они не так могут, наверное, проявить себя. Возможно, они знают, что хотят сделать, но они не могут это сделать. Поэтому очень важно образоваться. Элес была той группой, чьи пластинки действительно вот раскупались. Бывали, что пиратские диски выходили до официального релиза, да? Да, да, да. Вот с каким чувством вы вспоминаете те годы творчества ваше? Так, вы знаете, я попал именно в тот период, когда сам Элес вот с 95-го года начинал уже другой период творческих процессов. То есть в плане, мы начинали писать новые песни. У нас там есть целый ряд, чуть ли не альбом на английском языке в 95-м году с Элесом, когда мы выходили. Это мое влияние уже. Я приехал с Алматы после группы «Дана». Мы пели только на английском языке, а «Дана», естественно, там, на все это на меня повлияло. Я приезжаю, но после, как бы, у меня была операция, я не мог дальше присутствовать в группе, потому что группа была танцевальная, вокальная группа. То есть это как типа «Бэкстрит Бойс». Очень постоянно, целыми днями занятия над танцами, синхронные танцы. У нас было целое шоу, да, мы меняли костюмы, танцевали. Ну, как бы, от начала до конца каждую, каждую песню мы сопровождали танцами, еще кроме петь. Да. Вот, естественно, я после того, как остался, к большому счастью, им повезло. И они уехали в Москву, в Москве их заметили, и потом, вот с Москвы они уехали в Америку. Сейчас они в Америке живут до сих пор, ну, в общем, все остались, все. Вот, а я приехал сюда, и мне как-то сложилось так, что, ну, мне повезло, на самом деле, всегда участвовалось. Ну, я так считаю, что мне повезло, потому что попасть в лес, то есть с таким предложением, ну, как, это не каждому дано, наверное. Наверное, опять же, в такую очень хорошую, профессиональную группу хорошую. Но именно же вы вот дали вот такую, именно тот характер и лес, который был в то время. Да, ну, вот, подводя к тому, что я, допустим, мы начали английский альбом, потом период, наступил период, когда мы начали уже новую песню какие-то, ну, писать, там, «Ты мне нужна», Сергей Соколов написал, «Фея», там, «Никогда» я там мелодию написал, допустим, там, слова писал всегда Сергей Соколов. И у нас как бы получился альбом. Ну, в этот период мы уехали в 99-м году в Москву, и получилось так, что мы притерлись в бок о бок очень близко за короткий срок времени. Мы жили всего три месяца в Москве, пробивались, уже выступали в клубах, в «Кристалле», в «Мираже». Это очень признанные клубы в Москве, кстати. Выступали уже на, как вы говорите, на тоях московских, нас уже узнали, то есть начали приглашать. Ну, наступил какой-то момент, где-то какая-то трещина появилась, я об этом не хочу говорить и не буду, конечно, никогда говорить. У нас сложилась такая ситуация, и я ушел из группы. То есть, подводя к тому, что альбом так и не довелось вместе со мной это довести. То есть, я ушел в момент, когда надо было выпускать альбом, соответственно, все было перепито Нурланом Мамбетовым. Вот, и альбом запомнился людям больше, как с Нурланом Мамбетовым. Естественно, мы все вместе работали над этим альбомом. Вот, вот как бы так получилось, да, с творчеством. И мне не довелось этот альбом до конца. То есть, вместе с ним. Да, но несмотря на то, что вы сказали, все равно у слушателя есть такое, что Ахтана Сабаев, ты всегда был один из ярких солистов группы «Элиэс». Ну да, я потому что топушку, наверное, носил такую. Ну, наверное, не только. Я всегда ярко одевался, не боялся. Я очень смело одевался, и на сцене всегда как-то себе очень легко, ну, как-то неординарно ввел. Если в музыке новатор, в жизни вы новатор, в жизни вы такой революционер в хорошем смысле. Да, ну я считаю, что да. Потому что у меня очень много идей, проектов, которых было до этого сделано, еще и делаются до сих пор. У меня свой фонд по сохранению эпического наследия. Есть несколько проектов, которых я скоро реализую, и до этого реализовал. Но это потом уже, чуть больше. То есть в плане это делается, в процессе все. Как мы живем, я считаю, нужно проявлять себя в разных сферах. То есть, естественно, что-то оставить для народа, что-то оставить для поколения. А бунтарем себя можете назвать? Бунтарем? Не знаю. Хороший у вас послал. У меня очень мягкий характер. Я очень легко, спокойно переплываю от одного берега на другое. В плане, я как мячик. Аптика. Да, у меня очень легко это все получается с людьми тоже. Потому что я очень как бы умею договариваться. То есть самое главное, никто как-то особо сильно так в обиде не остается после того, как я уже договариваюсь, ухожу с одного места на другое. То есть это получается. Как ваши родные отреагировали на то, что вновь ЛС, вновь они объединятся, насоединятся? Это было, конечно, неожиданно для всех. Потому что моих родных, тем более, они просто подумали, а что теперь будет с твоим творчеством. Я говорю, ну как, творчество, оно и есть творчество. Мы всегда можем заниматься параллельно. Параллельно, допустим, делать какие-то дуэты или какие-то проекты. Но ЛС это будет костяк. То есть в плане, я буду как бы продвигать и с ними вместе петь, и совместные проекты делать. Это как будет основа, да, как бы столбик такой. Они поддержали вас в вашем решении? Да, поддержали, конечно. А кто вообще очень часто, вернее, от кого вы всегда получали, может быть, в детстве, большую поддержку из ваших родных? Ну, естественно, мама. Мама, моя супруга. Ну, как бы, в коллективе же не так просто, по большому счету. Это вот первый учет был. С учетом того, что, допустим, а как вы теперь будете сживать? Вот у вас разные характеры, у вас как бы разные эти... У каждого лидера по-своему, да? Каждый пишет музыку, он может и сам уйти. И может и сам, это независимо от этого сделать, я говорю, ну, в принципе, в данный момент мы сейчас уже джентльмены. Мы сейчас уже мужчины. Я считаю так. Потому что если мы дали слово друг другу, мы должны двигаться именно по слову. Что сегодня в кризисе, в данной ситуации, да, очень многих в делах замечаешь людей, джентльменов очень мало. Но мы сейчас, как музыканты, хотим заявить о том, что мы это делаем от чистого сердца. Реально дали друг другу руки. Пожали друг другу руки. Сказали, давай, по-мужски. Все, это должно быть вот так. Какая у вас самая любимая песня, Лис? Любимых песен много. Я очень, мне нравится где-то, ну, фея нравится, ты мне нужна. Ну, и вот ряд, допустим, сейчас Нурлановская песня тоже, вот, Одиночество. Слева яркий свет, просвети меня, объясни меня, зачем я и куда. Красивая песня, допустим. Ну, никогда я не буду говорить, потому что я его сам, мелодию в основном, сам заставлял. Ну, никогда больше такая заводящая музыка, песни для таких мероприятий больше. Вот. Ну, на самом деле это была конъюнктурная песня. То есть мы, я лично понимал, что, когда я писал музыку, аранжировка была сделана больше с Соколовым, совместно мы вместе делали, азамат на басу составлял. Немаловажный фактор. То есть это была чистая конъюнктурная музыка. То есть мы знали, что вот это коммерческая музыка, а это душевная музыка. Вот это, допустим, такая аллегория такая. Да. Больше там. Ну, как бы так. Сейчас то же самое в нашем альбоме, не сказать, что они все песни одинаковые. То есть, вернее, одинаково настроенные для публики. Нет, они все разные. Они все разные. Ну, наверное, в этом и есть какой-то смысл и вообще интересный. Да, да. Просто мы пишем то, что мы ощущаем в данном моменте. Да, я знаю, что у каждой песни есть вообще своя история. Да. Какая песня, вернее, какая история самая интересная, которая была бы интересна тоже зрителям? Ну, это не из моих уст сказано было. Допустим, фею вообще было в ванной сочинено. Да, Сергей Соколов, оказывается, просто купался. И вот этот мотив сразу, буквально все сразу появилось. И он вышел из ванны и сразу начал писать. Вот как приходит вдохновение таким образом. Да, да, да. Ну, вот не поймешь, как бы из-за чего. Ну, а никогда и вы автор. Вот как она родилась, эта песня? Никогда? Да. Никогда было сделано просто, просто, как бы, неожиданно. Как бы получилось так, что Сергей Соколов принес, не мотив даже, он принес небольшой кусочек музыки на сантизаторе. Включил, говорит, послушай, я слушаю, 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 говорит, а ты можешь сочинить музыку? Ну, и мы там, как раз вечером, у нас вечером должно было быть мероприятие в ресторане. А мы тогда еще в ресторане работали. И прямо на месте, вот на эту же аранжировку, вот сверху я налажил эту мелодию. И всю эту мелодию сохранилась. То есть зафиксировали эту мелодию, и она никаким образом не менялась. Так рождаются люди. Да, вот как бы, да. Скажите, была ли музыка для вас когда-то способом что-то изменить? То есть, возможно, может быть, в общественной жизни? Или все-таки музыка для вас была всегда способом только вашего самовыражения? Это перманентная вещь, на самом деле. Бывает музыка. Музыкой хочешь повлиять, бывает. Допустим, «Рмайрам», да, песня, где была спета нами, вот «Рыцкильди», и я, «Адильчик и вот втроем три». Вот эта музыка была, на самом деле, она написана Бакытом Алишеровым, а сама подача, вот прям так хотелось, чтобы эта песня изменила в душе, в сердцах, в душе, в каждом человеке. Чтобы какая-то, ну, видимо, что-то, чтобы изменить в лучшую сторону жизни. Чтобы какие-то апатриотные струны были затронуты. Да, 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 потому что когда я даже эту песню пел, у меня было даже внутри столько переживаний, внутри вот это все так отдалевало. Я чувствовал, не всегда я чувствовал такие вещи, когда ты поешь песню, допустим, записываешь на студии. И это я прям прочувствовал. Я чувствовал, что это надолго останется, потому что прям такие чувства были, что я даже чуть ли не плакал, а ощущения были. Да. Вот. И вот бывает же такое состояние, когда ты хочешь чуть-чуть поплакаться и порадоваться. Вот такое было состояние. Какое-то такое, наверное, ощущение светлой грусти. Да, светлой грусти, да. Но хотя песня, которая как бы заряжает всех, как гимн заряжает, как вот, как, ну, создает некую такую надежду на будущее, да. Сейчас вы планируете создать что-то такое, что вот имело бы, возможно, какие-то предпосылки к изменению? Я жду этого момента, честно говоря, я очень жду этого момента. Я очень хочу, я знаю, что я хочу сделать. И у меня будет время, и я обязательно сяду над этой работой, обязательно. Потому что душа у меня совершенно другая. То есть в музыке он хочет совершенно другого. То есть другого характера музыку. То есть это обязательно будет. Потому что я об этом мечтал и думал. То есть когда появится новая музыка с моим новым исполнением, все поймут, что вот, вот ему надо было вот в таком направлении. И это его, да. Просто вы ответили заранее на мой вопрос, который я хотела задать. Он звучал как, что в каком жанре вы бы хотели исполнять песни, если бы не боялись. Вот есть такой вопрос, да, что бы вы сделали, если бы не боялись. Ну как, не такого страха, как мы привыкли, допустим, стереотипично думать, а вообще о том, что в голове у каждого есть определенные рамки. Что, ну сейчас я, допустим, так. А вот если бы действительно мог бы, или если бы вот совершенно ничего бы не боялся, или вот была бы такая способность к риску, вот это бы сделал. Но скорее всего, вы, это и есть ответ. Да, это и есть этот ответ. На самом деле, я долго готовлюсь внутри к этому творчеству, потому что если я не смогу его исполнить, это песни такие, то, естественно, я буду готовиться, готовиться и добиваться этого. Потому что очень немаловажный фактор, когда ты каждую фразу хочешь донести, и эта фраза должна быть очень вкусной. И потому что каждая нотка должна быть отработана. Всем понятно, что, так как Элиэс в авангарде, скажем так, каргайской эстрады, и вы вообще отдельно, как творческая единица, тоже подаете пример, так скажем, вашим коллегам. А в чем бы вы хотели подать пример, как человек? Не как музыкант, а как человек? Ну, это сложно сказать. Во-первых, в первую очередь, это поведение. Это поведенческий образ. Человек должен всегда себя так вести, что даже не говоря какие-то реальные, там, лояльные слова, просто действием заражать людей. То есть в плане человечностью, во взглядах, конечно, однозначно. Я бы хотел, конечно, людей заразить добром. Все-таки это непростая вещь. Добро тоже в человеке должен зажить, чтобы это делать. Или бы надо родиться таким. Я очень хочу заразить людей в данный момент, да, все-таки возвратиться к истокам, к истокам, внутреннему состоянию человека, что он для того, чтобы жить сделал, и что он должен сделать от себя. Потому что мы всегда говорим, мы всегда кого-то другого виним, считаем, что кто-то что-то должен сделать ради кого-то. То есть так не должно быть. Если мы каждый начнем что-то делать от себя, то однозначно не будут возникать вопросы ни экономики, ни идеологии, никаких вопросов не будет. Потому что мы сами должны над этим работать. То есть все-таки мы участники, мы внутри, мы ячейка общества, каждый из нас. Да, правильно ли я понимаю, что действительно, если есть культура, то все остальное? Да, однозначно. Ну, культура это и есть, там, внутренние, наверное, ощущения, ощущения именно естества, вот, таким, каким должен быть на самом деле человек, вот, внутренние качества. Да, ощущение, ну, как бы, надо воспитывать себя. А вот как гражданин своей страны, как яркий представитель, скажем, своей страны, как вы реагируете, допустим, на определенные новости, которые происходят в стране, на изменения, возможно, которые происходят в стране? С большим переживанием, конечно, потому что в основном все делается не совсем осознанно. И это система по большому счету. Откровенно говоря, начинает четвертая ведь в власти, это, естественно, СМИ, средства массовой информации, которые озвучивают те или иные информации, которым, ну, вы же сами понимаете, что мы все прекрасно понимаем, что либо это правда, либо это ложь. Все зависит от того, кому это надо, кто заказчик и так далее. Поэтому, да, я переживаю, но никогда на это сильно так не обращаю внимания. На это сильно так не обращаю внимания. Все это пройдет. И вчерашнее, и сегодняшнее, и завтрашнее. Все пройдет в этом мире, как Соломон сказал. Да, и это тоже пройдет. И это тоже пройдет. Просто должны прийти адекватные люди, которые очень все адекватно оценят, и, наконец-то, создадут нормальное управление во всех сетях. Во всех. Во всех сферах. В сферах, сетях и министерствах и так далее. Это очень большая работа на самом деле. Это очень трудная и большая работа. Что самое интересное, когда я готовилась к нашей с вами беседе, я обнаружила, что, допустим, информация о вас в сети только касательно вашего творчества. Практически нет информации о вашей семье, в которой вы выросли. Или, допустим, о том, как вы сейчас живете. Почему это было сделано намеренно? Или вы так закрываете эту часть вашей семьи? Ну, на самом деле, есть кое-какие информации про мою семью, о чем я иногда рассказываю. Ну, это в газетах, в основном. Но ее тоже мало. Да, тоже мало. Как вам это удалось в реалиях крыльгийского шоу-бизнеса? В реалиях? Да я даже не знаю. Может быть, отсутствие реального времени. В основном я выбирал, конечно, больше творческие процессы в работе, допустим. То, что хотят, допустим, заполучить. Допустим, о творческих каких-то новостях, о том, чем мы занимаемся. Поэтому давайте мы восполним эту брешь. Да, вот так. Да, да. Если вы не против, то могли бы вы рассказать вообще, как вы проводите свое личное время, как вы любите проводить время с семьей? И если о семье своей расскажете? Ну, семья, это, конечно, для меня очень большой аспект. Я за семью очень сильно переживаю. Я всегда работаю над воспитанием, всегда работаю над каждой деталью в доме. Потому что нельзя такие вещи пропускать. Даже когда мы кушаем, когда мы смотрим телевизор, я всегда детализирую каждый какие-то фрагменты. Если это касается, допустим, воспитания ребенка, ребенок обязательно должен познавать мир от своих самых близких и родных. Это, естественно, от отца дочки, от матери сына, или от отец тоже однозначно. Я точно знаю, что именно дочек нужно воспитывать отцу. Потому что она, когда повзрослеет, они, вернее, когда повзрослеют, они обязательно будут искать образы своего отца. То есть именно вторую половинку она будет, хочет, не хочет, но она где-то подсознательно будет думать, какой же должен быть мой мужчина. Потому что всегда был образ своего отца как пример. Да, спутник свой, да. А сколько у вас дочерей? У меня две дочки, два сына. Ну, старший сын у меня от первого брака. Он в Америке живет. А самый младший у меня три годика. Сын тоже. Старшей дочке 12, 9 лет средняя дочка. Ну вот, вторая дочка. Да, они тоже в музыке. Они тоже в музыке, они тоже очень творческие. Мы изначально отдавали их на спортивные комплексы, где они занимались спортом, увлекались. Почему? Потому что элементарно спорт воспитывает дисциплину. То есть это постоянная ответственность, как бы именно спортивный образ жизни воспитывает в людях дисциплину. То есть делать или только делать и делать это качественно. Допустим, идти к своей цели. Да, и постоянно быть в тонусе. Это спорт. Спорт однозначно. А творчеством они занимаются, так как они уже выбрали свой путь. А Арнеля, у меня вот младшая дочь, она поет. У нее свой инстаграм. Она уже как бы была в прошлом году мисс, маленькая мисс Кыргызстана. Мы выиграли путевку в Америку. Она уже в свои юные годы. Да, и в общем-то она очень такая творческая личность. Занимается, поет. Мы отдали на вокальную школу. То есть вы всячески направляете ее тоже в целом? Да, Демиля Муратова сейчас занимается ее вокалом, потому что это женский вокал. Я считаю, что нужно заниматься именно женщине детским вокалом. Тем более она это лучше всех делает. Вот. Сейчас мы уже пишем несколько песен. Я тоже успеваю, кстати. Бывает так, что часик обязательно где-то на студии что-то пропишу ей, что-то подготовлю. Чтобы она не останавливалась. Старшая дочь играет на комузе. Играет уже с бабушкой. Там уже такой фольклор. Да. Она уже как бы и поет тоже, но больше как бы и танцевала. В танцевальном коллективе вначале участвовала. А сейчас она вот полюбила комузу. Все. Играет на комузе. Очень весома, очень похожа на свою бабушку. Бабушка это Самара Токтахова. Да, да. Как никак что ни говори. Вот прямо очень похожа. Вот она играет вместе с ней и ощущается даже пальцы, руки, манера. Я думаю, что в крови уже, да, передалось ей. Так же, как и вам когда-то тоже. Да, да. Ну, нам-то, конечно, общая большая планета музыкальная передалась. Ну, значит, вы полностью поддерживаете в музыкальном направлении. И всячески это будете поощрять. Да, да, конечно. Ну, к сожалению, сейчас просто нам с детьми не получается куда-то выезжать, отдыхать, потому что они очень заняты. То есть они занимаются постоянно. Даже в воскресенье занимаются музыкой. Это так же было и у нас. Поверьте нам. Мы никогда особо много не отдыхали. С моим братом, когда мы учились в музыкальной школе, у нас не было времени. То есть и в воскресенье надо было зубрить, и в субботу. То есть я иногда даже через балкон смотрел, у меня фортепиано было рядом, прям у двери с балконом. Я смотрел, как дети играют в футбол. К сожалению. И я слезами дальше продолжал заниматься. То есть детства у меня как таковое не было. Поэтому мне, как бы, в творчестве я так себя проявляю. Это, наверное, тоже неспроста. Как дети слушают ваши песни? Да, слушают. Есть у них любимые ваши песни? Да, они знают. Их как бы, они поют, перебивают тоже. Да, песни «Анеме», «Сагныч». Они же такие очень струнные вещи. То есть в плане, струну задевают эти песни. Поэтому, видимо, им такие песни и нравятся. По душе. Ну, и тот, кстати, та моя заметка. Это те новости, о которых еще пока не знает общественность. Готовы ли вы ими поделиться? Мы собираемся сейчас в основном все клипы снимать за границей. Это вот тоже немаловажный фактор, потому что там позволяет локации, там очень много интересных тоже позиций, где можно было бы для себя научиться, посмотреть и поработать еще с иностранными клипмейкерами, соответственно. Это здорово. То есть, да, вот мы с Украиной сейчас тоже договариваемся, договариваемся, чтобы они снимали наши клипы там, где они выберут в каких-то странах. Потому что они часто, я вижу, как Украина снимает клипы, допустим, где-то в Багамских островах, там где-то в Индии снимает, в Турции где-то снимает. Но они очень это хорошо делают. То есть этот колорит этой страны. Да, вот они как-то вот вытаскивают именно визуальную сторону очень сильно. То есть нам тоже необходимо, так как у нас музыка тоже очень профессиональная, то есть в плане, она именно такая прозападная, то есть в плане по звучанию, по аранзировкам, по исполнению тоже, то, соответственно, визуальный ряд должен быть тоже очень сильным. Поэтому мы собираемся это делать за границей. Ну, я надеюсь, что будем, вы будете метить, так скажем, в английский и в зарубежные чарты. Да. Кстати, да, мы метимся, мы не зря пишем на английском музыку, то есть песни на английском, потому что скоро у нас, я очень надеюсь, появятся контракты. И мы обязательно дадим нашу информацию для того, чтобы попробовать продвинуть в этих странах. Ну, и перед тем, как нам завершить нашу беседу, опросник Марселя Пруста, на вопросы которого нужно отвечать коротко. Угу. Итак, какое человеческое качество вы цените больше всего? Доброту. Какой недостаток вы легче всего прощаете? Любой. Какой недостаток вы никогда не простите? Предательство, конечно. Ваше главное качество? Мое главное качество? Целеустремленность. То есть, я всегда достигаю того, что планирую, допустим, то, что я хочу. Ваш главный недостаток? Достаток? Это, это отказаться от всего. Что помогает вам принять правильное решение в трудных ситуациях? Трудные ситуации у меня каждый день. Это, наверное, просто смириться. Угу. О чем вы больше всего сожалеете? К сожалению о том, что я не стал очень большой звездой мирового масштаба. А хотя все впереди еще. Возможно, и так. Пока так. Ну и последний вопрос. Что вы считаете своим главным достижением? Для меня это то, что сегодня я сохранил семью и живу с этой семьей в данный момент. Это самое главное для меня достижение. Потому что это моя поддержка, это моя опора. И это моя радость. Где я на самом деле нахожу свой уют, комфорт. Как бы так. Семья. Спасибо большое за беседу. Спасибо, что пришли, ответили на вопросы. Я вам от всей души желаю всего самого наилучшего. Спасибо. До свидания. Удачи, успехов вам тоже. Сегодня в гостях был певец, солист группы ЭЛЕС, заслуженный артист Кыргызской республики Актан Исабаев. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»